на ремонте вот такой принтер canon. его модель isenses mf 211. а проблема в том что он вот так вот печатает честно говоря больше похоже на картридж на шабер или нож его еще называют дозирующий на магнитном валу будем смотреть значит открываем 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 приемник картриджа тянем разбирать нужно полностью и аккуратно похож на новый и принтер и картридж сам фото барабан в принципе плюс минус кажется в хорошем состоянии но проблема наверно не в фото барабане а здесь внутри есть разбираем полностью там есть еще и магнитный барабан и лезвия которые снимают порошок с барабана будем их чистить смотреть нужно ли менять эти лезвия или просто почистить потому что менять мне кажется рановато еще картридж в состоянии почти как новый разбираем ну а разбирать начинаем здесь с винтиков сбоку сейчас начнем положил все на светлый лист начну разборку обратите внимание здесь много пружинок замечайте где они стоят чтобы потом не забыли в том числе и вот начнем разборку с этого винтика с правой стороны но с правой я имею ввиду вот так как он стоит когда вы его вытаскиваете вот так и начнем так его и положим будем называть вот это правой стороны откручиваю винтик и тут при разборке есть пружинка которая упирается одно язычок этой крышечки правой а вторая вот чтобы не потерялась чтобы вы запомнили что ее туда надо поставить снимаем эту пружинку иначе она потеряется и тут ее оставляем прямо на этой крышке потому что потом забудете куда она идет так продолжаем ну что ж скорее всего сразу я нашел поломку значит после того как открутил крышку снимается эта часть просто снимается она здесь вот так заходит просто вы сняли крышку потом поднимаете толкаете вот и и все и она разнимается но и собственно вот причина той капли намотала на вал вот такую ерунду тут есть еще у нас есть вот это если снимем барабан фото барабан надо его снять раз вы сюда залезли и вот вот отсюда вот здесь вот есть приемник для отработанного порошка его нужно высыпать сюда разные волоски от бумаги попадает и такой порошок который не прилип к бумаге почему-то возможно дефект самого порошка ну и вот вот этот наклеечку которая сюда попала каким-то образом ее нужно снять и будем смотреть решится ли проблема ну скорее всего потому что что то что то что она тут делает и как то она повлияла на работу вот такая штука наклейка затянулась вместе с бумагой и приклеилась то ли на самой бумаге изначально была ну собственно сейчас вытрем фото барабан и продую на улице вот эти вот пружинки если плохо если снимаются снимите если хорошо крепко держится то пусть остается ну собственно и все идем продавать и потом собираем в обратной последовательности и пробуем все ли в порядке помогло или нет ну а там дальше будем смотреть что можно сделать ну что же сходил продул просто вытрусил и продул поставил на место фото барабан и ставлю в обратной последовательности то есть вот вставляю чуть-чуть нажимаю и я он так раз вот так поправляю эту пружинку она немножко загнулась ровно ставлю здесь проверяю чтобы пружинка тут все стало и теперь ставлю на место вот эту крышку с пружинкой вот так она значит пружинка одной полочка одной ножкой должна стать вот вот сюда а вторая ножка одна ножка вот сюда на эту полочку но вторую затянем потом вставляем на место утрамбовываем чтоб она зашла все и теперь как-то вытягиваем или пинцетом или может быть тверточкой маленькой вытягиваем вторую ножку сначала сюда а потом ее надо вот сюда положить в на вот эту полочку как-то так выковырять выковыряться нужно нужно вот так вот сюда на эту полочку и тогда она будет пружинить все ну вот так пробуем чем все закончилось и посмотрим должно по идее быть все в порядке вот такая подбила подбила подвал и скорее всего из-за этого такие интересные рисунки на печати ну что же чем все закончилось я отсканировал журнал и вот так стала печатать и так видим что сначала печатала вот так а сейчас печатает вот так видно наклейка которая прилипла к валу подпрыгивал вал и не прижимал получается тонер к фото барабану и вот так сейчас печатает все отлично клиент будет доволен подписывайтесь на канал мир вам всем увидимся на канале а